Всем привет, с вами Содерлинг, и это мой второй подкаст. Тут я, обращая внимание на ваши комментарии, рассказываю о мелких теориях, которые не достойны отдельного выпуска. Точнее, может и достойны, но видео тогда будет длиться минуту, из которой 50 секунд уйдут на приветствие и прощание. Ну что ж, поех... А, не, прежде я обязан вас поблагодарить за... 30 тысяч подписок на канале! Это просто офигенно! Всего за 2,5 месяца и 30 тысяч подписчиков! Это вообще реально? Я вне себя счастья и безумно вам благодарен. А теперь точно, поехали! Достаточно много людей писали мне об этом и кидали скрины. Причем тогда, когда я сам серию еще не посмотрел. Но ссылка на Gravity Falls очевидна. Вот тут в недавней серии Рика и Морти видно Билла Сайфера на экране. А еще в этой серии был персонаж, которого озвучивал Хирш. Да и по виду он на него похож. Так что добавляем плюсик теории о возможном кроссовере Рика и Морти и Gravity Falls. И да, я говорю Gravity Falls, а не Gravity Falls. Все потому, что так звучит в оригинале. Вот, вслушайтесь. И тут. А еще тут. И тут. Ну, думаю, хватит. В русском дубляже говорят Gravity Falls, я знаю. Но русский дубляж мне как-то не очень нравится, я его не смотрел. Я привык говорить Gravity Falls и справиться не могу, простите. И теперь я наконец-то вспомню в своем видео мульт Мои обычные медведи. Недавно была серия под названием Ниндзя Тишины, которая целком набита ссылочками к разным фильмам. Так что я просто обязан вам их назвать. Фильм, на который пришли мишки и который они так ждали, это новая часть Форсажа. Позже мишки разделились. Книжок пошел в зал, где показывали фильм, явно отсылающийся на старский хач. Панда оказался невероятным фанатом Сумерек. Точнее, очень степная пародия на данный фильм. Думаю, отсылку все заметили. А вот Грис пошел вроде бы на что-то такое, что ни на что не отсылается. Но если взглянуть на постер в тот момент, когда мишка заходит в зал, можно увидеть отсылку к постеру Звездных войн. Не такую явную, но довольно-таки похоже. Теперь перейдем к прям-таки открытым отсылкам. Тут нам показывают Звуки музыки, Титаник, Космическая Одиссея, Новые Времена, Русалочка, О где же ты брат, Рокки, На север через северо-запад, Мой сосед Татора, Начало и Поющие под дождем. Кстати говоря, интересный факт. Человек, нарисовавший панду в виде русалочки Ариэль, ранее работал над этой самой русалочкой Диснея. Почему многие мне упорно пишут, что раз Форд и Кэнди поправили очки, то в них вселился Бью? Ребят, это просто освечивание. Ладно бы еще Форд, я бы призадумался. Но, ребят, вы считаете, что Бью в теле Кэнди влюбился в Диппера? Серьезно? Я этого не заметил, но несколько человек присылали мне эту интересную отсылочку. Чайник из Gravity Falls появляется в серии Star против всего зла. Это реально прикольно. Если рассчитывать на какой-то кроссовер, то кроссовер Gravity Falls со Старой более возможен, чем с Риком и Морти. Поскольку и Старой, и Грэвити создаются на студии Дисней. А вот Рик и Морти транслируются на ночном картон-нетворке. Да и возрастной рейтинг у них слишком разный. Я, конечно, все понимаю, зрители должны быть внимательными, стараться найти все. Но, Херш, ты с ума сошел? Вот как тут можно было заметить ключ? Ребят, если бы я вам не сказал, вы бы заметили вот тут, тут и тут ключ и буквы. Тут убийца проще, чем найти это. Но Труфаны готовы на все. Кстати, в интернете появилась удаленная сцена из серии с единорогом. Она не так уж и интересна, но просто для сведения. А тем временем я начал готовить новое шоу. Оно будет совершенно нового формата. Но все еще связанное с мультиками. Такого я пока нигде не видел. Надеюсь, доделать первый выпуск к 50 тысячам подписчиков. Это шоу делать очень трудно и долго. Но думаю, я справлюсь. И надеюсь, что вам оно понравится. Кстати говоря, о 50 тысячах. Когда на канал будет подписано 50 тысяч человек, на канале будет клевый конкурс, призы которого будут обязательно связаны с мультиками. Тем временем, первый сезон Стар против все узла закончился. А дата выхода второго сезона пока неизвестна. Но поговариваю, что продолжение выйдет весной или летом 2016 года. И да, следующее видео будет по теориям Стар. Я хотел еще чуть сохранить интригу и выпустить его попозже. Но вы чересчур сильно просили. И раз Стар закончилось, я подумываю, какой бы еще мульт взять на озвучку на это время. Не знаю какой, но какой-то точно возьму. Я помню про Стивена, да. Но пока что не удается найти партнершу на него. А в один голос отлучивать мультсериал, где три из четырех главных персонажей девушки, как-то не в кайф. Ну, вроде на этом все. Пишите мне на страничку в личные сообщения теории по мультсериалам. Я их все прочту и учту, если они будут интересны. Ссылка на страницу, а также на мою группу в описании, как и всегда. Также задавайте вопросы для следующего подкаста в комментариях. А то под прошлым подкастом вопросов толком и не было. Только теории. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. А также посмотрите теорию об инспекторе гаджете. Она очень интересная. А также видео о паскалках и о ссылках в новой серии Gravity Fools. С вами был Содерлинг. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.